Добрый день! В эфире информационный выпуск «Еселяк Парад» в студии Кирилл Потемкин. В ходе правительственного часа в Сенате глава региона Кумар Аксакалов выступил с докладом о поставках природного газа в область. На совещании Кумар Аксакалов заявил, что подключение региона к газопроводу Сары-Арка выгодно, а все необходимые параметры для обеспечения региона природным газом заложены в проекте магистрального газопровода. В области 640 населенных пунктов, где основным источником тепла является уголь, годовое потребление угля составляет 619 тысяч тонн. Средняя стоимость для отопления частного дома составляет 25 тысяч тенге. В месяц всего на отопительный сезон на одного жителя нужно 189 тысяч тенге. Для газификации 139 населенных пунктов с населением 457 тысяч человек в Североказахстанской области необходимо 140 миллиардов тенге. Нам нужно около 2 миллиардов кубометров газа в год. Сегодня в Акиматом области совместно с АО «Интергаз» Центральной Азии начата следующая работа. Определение прогнозного количества потребителей, количество домов и многоэтажных домов, которые планируется подключить. Определение потребности сжиженного нефтяного газа в разведении населенных пунктов. Определение с разбивкой по годам приоритетности газификации населенных пунктов и промышленных объектов. На протяжении 20 лет рассматривались различные варианты добычи газа, в том числе через Российскую Федерацию. Минэнерго, Кастрансгаз и Газпром в 2019 году провели несколько встреч по привлечению газа из России в Казахстан. Но вопрос до сих пор не решен, потому что у Газпрома интерес не только в Североказахстанской, но и в Акмолинской, Павлодарской областях и Нурсултане. Все-таки наиболее приемлемым вариантом считаем подключение области от газопровода Сарарка. Все необходимые параметры для обеспечения области природным газом заложены в проекте магистрального газопровода. Ориентировочная стоимость строительства отводов от водящих и разводящих сетей газификации по нашей области к 139 населенным пунктам составит порядка 140 миллиардов тенге с охватом населения 457 тысяч человек. Кроме того, отсутствие газа является сдерживающим фактором для инвестиций. Все современное технологическое оборудование сейчас адаптировано к этому виду топлива. Вы все знаете, что в текущем году у нас произошла авария на ТЭЦ. На сегодня с собственниками проводятся ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Вместе с тем, с учетом возможности ТЭЦ, к 2026 году мы ощутим дефицит тепла в городе, поскольку город развивается, производства растут. Поэтому газификация региона позволит обеспечить крупные предприятия и объекты бесперебойным теплоснабжением и тем самым снизить нагрузку на ТЭЦ. Замена топлива позволит решить углеводородную проблему, сократить вредные выбросы в атмосферу, улучшить жилищные условия, отметил глава региона. Елена Горбань, Служба новостей. Пенсии и пособии будут дополнительно проиндексированы с 1 апреля текущего года. В проекте, одобренный мажористом парламента Республики Казахстан, для усиления социальной поддержки граждан выделено дополнительно 185 миллиардов тенге. Напомним, с 1 января 2022 года размеры пособий и базовой пенсии были увеличены на 5%. С 1 апреля дополнительная индексация составит еще 4%. Новые условия в мировой экономике повлияли и на социально-экономическую ситуацию в стране. В этих условиях государство считает главным приоритетом выполнение социальных обязательств перед своими гражданами. Национальным банком пересмотрен коридор прогнозной инфляции на 2022 год. В связи с этим, с 1 апреля текущего года, с учетом пересмотра коридора инфляции на 2022 год, размеры солидарных пенсий будут проиндексированы дополнительно на 4%, а размеры базовой пенсии пособий будут повышены в связи с изменением величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя. С 1 апреля размеры МРП составит 3180 тенге, а величина прожиточного минимума – 37 389 тенге. К примеру, если пособие по инвалидности первой группы в январе текущего года составляло 69 155 тенге, то с апреля будет 71 787 тенге. Выплата пенсии пособий в повышенных размерах будет осуществлена после подписания закона главы государства о внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан о республиканском бюджете на 2022-2024 годы. Выплата планируется произвести в новых размерах в июне месяце, соответственно, будет выплачена разница за апрель и май месяцы. 5% надбавка в январе, еще 4% в апреле. Таким образом, на текущий период выплата пенсии пособий увеличена на 9%. Всего в регионе социальные выплаты получают более 140 тысяч человек. Наталья Эйтова, Анатолий Белонок, Служба новостей. Гидрологическая ситуация в регионе стабильна. Перелив через гребень плотины Сергеевского водохранилища – 46 сантиметров. Скорость потока воды увеличилась до 167 кубических метров в секунду. Наблюдается подъем уровня воды у сел Покровка и Новонекольская за счет притока Сергеевского водохранилища. Уровневый режим на реке Есиль в Петропавловске находится под влиянием сбросов Петропавловского водохранилища, расположенного выше гидрологического поста. Что касается ситуации на других водоемах, то на реках Шарык, Акан-Бурлык, Бабык-Бурлык уровень воды снизился на 1-2 сантиметра. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.